Всем доброе утро! Доброе утро! Да, сейчас, Этан. Итак, всем доброе утро! Мы сегодня начинаем 26 главу. 26 глава, это как имя Всевышнего. 26 поколение вышли из Едипта. 26 это числовое значение имени Всевышнего. Значит, 26 глава какая-то очень важная. Но, в принципе, если к любому слову даже в Торе относиться как к важному, то в нем открывается вся Тора. То есть, если так вдуматься, то через каждое слово можно пройти, прям зайти вовнутрь духовной реальности. Потому что Тора это что? Это интеллект Бога. Это как бы слова Бога, его ход мысли, если так можно сказать. И получается, что когда ты изучаешь Тору, когда ты присоединяешься по-настоящему к словам Тора, не просто как бы слово и пошло какое-то, ну, твое уже интерпретация. Именно ты в Тору входишь по-настоящему, через буквы Торы и так далее, то можно прямо зайти сквозь ней как бы в другую реальность. Но лучше этого не делать, как мы уже учили. В 25 главе мы как раз закончили тем, что тот, кто есть много меда, это вредно. Вот это у нас было как раз окончание. Было так, что Ихольд Вашарбот Лотов, что кушать много меда нехорошо. Вы как хекер к водам кого-то. А исследовать почет мудрецов, это классно, это почетно, это очень интересно. Потому что вот так вдуматься, если, да, известная есть история, что четверо поднялись в пардес. Четверо поднялись в пардес, то есть они как раз вот это вот ели этот мед. Мед это тайны Торы, да. Из четверых, три четверти, один сошел с ума, один умер, один вернулся, лишая Бен-Авоя, и отошел от Торы. И только Раби Атива зашел и вышел с миром. Теперь в Талмуде есть десятки историй, которые рассказывают о жизни Раби Ативы. В принципе, жизнь Раби Ативы, она является для нас примером того, как вообще надо жить. То есть у него была очень хорошая жизнь. До сорока лет он не учил Тору. Сорок лет он, и он был, да, такой был, ну, в общем, пастух. Потом он женился на дочери олигарха в сорок лет. То есть прекрасная была у него жена Рахель. Эта дочка олигарха заставила его сесть учить Тору. И он сел учить Тору, и он, значит, даже когда он сел учить Тору, история о его жизни, она очень для нас примечательная. Как он, у него вначале не получалось. Потом родился ребенок уже, и он, ну, у него не получалось. И она как бы, но она не отставала Рахель. Она все равно видела в нем этот потенциал, и она как бы пыталась на него повлиять. И он как-то шел от нее подальше, да, чтобы она на него не влияла, наверное. Хотя он ее очень любил. Рахель, он, есть история тоже о... Как раз мы сейчас чем занимаемся? Мы иллюстрируем 27-й отрывок в 25-й главе, что тот, кто исследует почет мудрецов, это почетно. И эти истории, они понятны, и понятно, как их применять. И вот, значит, история, как он любил Рахеля, очень интересная, что они лежали в своем... Ну, им негде жить было, и они на соломе жили. И тут пришел человек, постучал. А, и он там, такая маленькая деталь есть, что он соломинку вытаскивает на нее из волос, и говорит, когда-нибудь мы станем богатыми, и я тебе подарю золотую, такую золотую корону. Ну, значит, вытащил соломинку, все. Тут заходит какой-то мужик и говорит, у меня жена рожает, у нас даже соломы нет. Он ей говорит, смотри, как хорошо мы живем. У нас солома есть вообще круто. То есть тут же он это позитив как бы переворачивает, отдает им всю солому. У них вообще соломы даже нет. Вот такая у них была жизнь. И он идет, гуляет, не гуляет, идет, пасет овец, и тут он останавливается и смотрит, вода капает на камень. И он, значит, видит, вода капает на камень, и тут его осенило. Он говорит, о, говорит, если вода, которая капает на камень, сделала дырку в камне, так Тора, которая и вода, и огонь, да, то она, что она, не пройдет в меня, конечно, пройдет. И он тогда вернулся, взял сына и пошел с сыном в Хедер. И начал учить с уровня начального. Не начал сразу прыгать там туда-сюда, кавалу изучать, да. Он начал учить именно с самого начального уровня. Прошел все вот эти вот начальные слои. И когда он заложил вот этот фундамент, тогда он пошел дальше. И так он до 80 лет учился. И 80 лет он стал самым великим мудрецом в народе Израиля. Так что нам есть у кого учиться и на что надеяться. Потому что и он и богатым стал. Потом, кстати, интересно, есть в Талмуде история, что шесть источников, из которых Раби Атива стал богатым. И он, по большому счету, все источники были к нему, приходили с неба. Но почему они к нему приходили с неба? Есть другая история, что был очень богатый Раби Тарфон. Раби Тарфон, он тоже был, он был Раби Атива вначале учитель, а потом они вместе были на одном уровне. Он был его как учитель, Рав друг, да. То есть они как бы так были. И значит, Раби Тарфон был очень богатый, он ему дал большую сумму денег. И говорит, ну, купи виноградник. И через какое-то время они встречаются, он спрашивает Раби Атива, ну что, купил виноградник? Он говорит, пойдем покажу тебе виноградник. Значит, ведет его, смотрит, сидит, значит, Ешива, сидят люди учат Тору, он за свои деньги их содержится, обеспечивает, они учат Тору. Он говорит, Раби Тарфон, вот мой виноградник, говорит, я насадил виноградник, это ценнее. Но из-за того, что он так относился к Торе, Бомисс Рутнэфиш это называется, то есть он как бы выходил за рамки, за рамки нормального подхода, скажем так, то и Бог ему с ним вел себя за рамками нормального подхода. То есть, хорошо. Теперь, значит, мы переходим в 26 глава. 26 глава начинается с, вообще, начало 26 главы, оно посвящено взаимодействиям, взаимодействием с такими людьми, которые называются Ксилим. Значит, Ксиль, здесь почему-то переводят Ксиль глупый, но, как Малбим объясняет, что Ксиль это не глупый, Ксиль это грешник по вожделению. То есть, есть грешники, которые грешат не потому, что они против Торы, а потому, что они не могут справиться со своим вожделением. Значит, и тут вот прям несколько отрывков первых идет, именно как с ними взаимодействовать. Теперь, значит, написано так, Кашелык бакаяц, как снег летом, векематар бакатсир, и как дождь такой, матар это такой сильный дождь во время жатвы, кен лонавэ лексиль кавод. Также нехорошо Ксиль, вот этому вот грешнику по вожделению кавод, почет. Значит, понятное дело, что сам по себе Шелык снег, он хорош, он зимой, например, он закрывает там землю, напитывает ее водой, какой у него есть очень большой функционал у этого снега. Дождь во время жатвы, это вообще прекрасно, когда идет дождь, вернее не так, дождь не во время жатвы, а дождь, когда ему положено идти, там, весной, осенью, он тоже хорош. Теперь, ну, здесь, какой приводится пример, снег летом, это не, это для урожая это плохо, бакаяц, кематар бакатир, как дождь во время жатвы, когда вышли снимать урожай, в это время дождь, он портит урожай, уже это непригодно для Песоха, уже оно может сгнить, там, это зерно и так далее. Так вот, всему свое время. И говорит нам царь Соломон, что если идет не вовремя, даже самая хорошая вещь, она мешает, она вредит. И так же нехорошо вот этому ксилю давать почет. Значит, что значит ксилю этому грешнику по вожделению давать почет? Объясняет Малбин, что у человека, если ему даешь почет, у него начинает вырастать то качество, которое, как бы силой души у него поднимается. Например, вот там Беньемин молодец, пришел, значит, на урок Торы, красавчик, молодец. И он сразу же расцветает, ему следующие даже слова будут более в него войдут. Ну, потому что, он как бы аж воспрянул, да, когда ему это сказали. А теперь, значит, ну, Жора тоже молодец. Вообще, Жора молодец, умел, проснулся, компьютер включил, красавчик тоже, да? То есть, понятно, что когда ты хвалишь человека в момент, когда он делает что-то хорошее, то это поднимает его силы. Теперь, ну, ксиль, если его начинаешь хвалить, ксиль это грешник по вожделению, и ты ему говоришь, ты молодец, красавчик, там, а он тогда становится, что, он же наоборот идет в неправильном направлении, и ты его этим самым подбадриваешь. То есть, ты его подбадриваешь. Поэтому нельзя, это ему вредит. То есть, сам по себе почет хорош, сам по себе дождь хорош, сам по себе снег хорош, но когда он идет не вовремя, не туда, куда надо, это все это вредит. Теперь дальше. Дальше опять идет по объяснению про этого ксиля. Кацепор ля нут, а не, не про ксиля, дальше идет другое чуть. Кацепор ля нут, как птичка, которая, ну, над это, над, навы над, как, как птичка, которая туда-сюда летает. Вот птицу попробую, посади на одно место. Она туда-сюда летает. Значит, Дрор это тоже какая-то порода птички, и она вообще еще сильнее улетает. То есть, это очень быстро летающая птичка, Дрор этот. Кен кивылат хинам лотаво. Значит, также проклятие беспричинное, она не придет на человека, но объясняют мудрецинам, что оно мало того, что оно не придет на человека, а так как, когда птица, она все равно возвращается в гнездо, так объясняет Малбим, что если кто-то проклинает другого без причинно, то на него, на самого это проклятие идет. То есть, если есть причина, то, конечно, это проклятие имеет силу, и оно на того идет, и на того, кто проклял, тоже идет. Почему идет на того, кто проклял? Мы уже учили много раз один из главных законов Торы, что та мера, которую человек меряет, меряют ему. И каждый человек, он является как производителем, что посеешь, что и пожнешь. И чем ты больше производишь добра, благословения, пользы на других, тем ты больше собираешь урожая. Чем ты больше производишь критики, зла, проклятия и так далее, тем оно больше на тебя же идет. Теперь, здесь разбирается вопрос проклятия, ну, как бы, беспричинное. То есть, есть такие люди, которые беспричинно других проклядают, но их мало, это как бы такие производители зла. И это зло на них же потом и возвращается. Мы видим в Торе историю про кого? Про Беляма. Белям, он шел проклинать еврести народ и в итоге его убили. Все, то есть, это как раз конец всех, кто проклинает. Еще Бог пообещал Аврааму, что благословляющих тебя я благословлю, проклинающих тебя я прокляну. То есть, и те, кто идут против евреев, обычно мы видим, что на протяжении истории никого из них не осталось как в существовании. То есть, все, кто проклянули евреев, это там, начиная от древних египтян, древние греки, римляне, да, была великая империя, которая разрушила храм и нету древних римлян. То есть, все исчезли они буквально через там несколько сот лет после того, как разрушили храм. Коммунисты, фашисты, ну и так дальше. Можно перечислять много тех, которые были против евреев, но евреи есть, а их нет. Почему? Потому что Бог обещал проклинающих тебя, я прокляну. И здесь вот как раз об этом говорится. Но если, но если проклятие было с причиной, скажем так, да, то есть, у каждого человека царство Монос училось, что нету царь, как праведника, который бы не грешил, то тогда, тогда уже, значит, есть за что-то зацепиться, и это проклятие начинает действовать. Я помню, есть в Израиле, в Меа-Шарим, в Иерусалиме, есть такая улица Йоэль, там, так называется эта улица, там есть одна семья, которые, они пришли в Израиль пешком из Европы, пешком я еще разговаривал, эта бабушка, ну там, ее бабушка пришла, аж кинозим, такие, ну, прямо они, какие-то такие хасиды, хасиды, да, и они льют свинцом, снимают с глаз, над головой, льют свинец, там висит эшелхоноруха какой-то, что, где про это упоминается, что это можно делать, я несколько раз туда ходил, и несколько раз туда водил людей, которым снимали с глаз, и один раз я пришел с этим очень влиятельным там человеком, который политик такой там, мультимиллионер и так далее, она, наверное, час она над ним влила эту штуку, и у него эти глаза, стрелы, прям взрывался этот свинец над ним, то есть реально, сколько людей его ненавидели, сколько людей его проклинали, и так далее, просто там был какой-то, знаете, этот фейерверк этого свинца, ну, я ходил туда из себя, снимал там из других людей, никогда такого не было, как над ним, вот, поэтому, если проклятие идет не впустую, оно цепляется, поэтому нужно быть очень осторожным, и есть такое действительно понятие, ай на раз, злой глаз, и об этом тоже много говорится, но поэтому лучше быть сенал эхо, то есть сходить скрытно, не хвастаться, не выделываться, никого не обижать, и тогда будет, если на тебя кто-то проклятие, то что это будет? Впустую, и на него оно и вернется, все. Теперь дальше двигаемся, дальше двигаемся, третий отрывок, третий отрывок звучит так, шот ля сус меток ле хамор, то есть мы сейчас уже не занимаемся особо сельским хозяйством, там, и, слава богу, у нас уже там есть велосипеды, мотороллеры, и всякие другие машины, да, но раньше, во времена царя Соломона, где-то 3000 лет назад, любой человек понимал, что такое шут ля сус, то есть каждый человек понимал, что такое бич для коня, то есть, как бы плетка для коня, это было, как сейчас там, брелок сигнализации, да, то есть, каждый его видел и держал в руках, значит, и вот говорит царь Соломон, такой пример, что как плетка есть для коня, метек лехомор, метек лехомор, это какое-то узда особая была для осла, то есть, конь, он, он больше, он там плетка, и вот побежал туда, побежал сюда, то есть, у коня какое-то было управление такое, полегче он был в управлении, да, осел, он упрямый такой, у него была какая-то особенная узда, которая его заставляла идти в нужном направлении, теперь, Вэшевет Легав Ксилим, он говорит, и также говорит, как вы понимаете, что животных надо, надо гонять, они, ну, сколько с лошадью не разговариваю, она все равно едет только, когда ее, ну, ты как-то ей покажешь сигнально через плетку, да, Хамор, сколько ты с ним беседы не веди, то есть, этот осел, он понимает узду, также вот этот Ксиль, грешник по вожделению, он понимает, Шевет это палку, палку, значит, розга, да, тут переводят розга, значит, что имеется ввиду, вот этот Ксиль, который грешник по вожделению, он мозгами, он понимает, что Тора, заповеди, как правильно действовать, он все это понимает, но у него есть вожделение, что такое вожделение, то есть, Ецерара, мы это учили в конце предыдущей главы, Ецерара, вот это злое начало, оно действует через тело, и через эмоции, и через воображение, то есть, так вся система закручена, что мозг, интеллект, он обслуживает вот это Ецерара, через картинки, через вожделение, глаза видят, сердце хочет, руки, ноги делает. Теперь, и когда у человека, вот это рационально, его высшая часть мышления, она говорит, что не стоит курить, например, да, но не стоит, но хочется, его тело говорит, да, то тогда тело побеждает. Теперь, говорит нам царь Соломон, что удержать тело, вот эти вожделения, можно только через страх физического наказания, страх палки, то есть, по-другому мозг, у него нету сил для того, чтобы обуздать вожделение. А внешнее запутривание, или самое, значит, палка на спину к селим, то есть, если ты, например, возьмем ребенка, маленькие дети, они полностью состоят из Ецерара, у них нет контролирующего элемента, то есть, их интеллект, он еще не собранный, он не может его держать в узде, скажем так. Значит, маленьких детей воспитывают через страх наказания, то есть, если ты его все время пускаешь, пускаешь, он делает все, что он хочет, он, в конце концов, вырастает необузданный, и потом, это для него плохая служба, он не может потом себя контролировать, то есть, поэтому детей, пока он еще не может головой себя контролировать, то их, я помню, я сам, я, 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 пугаешь его, чтобы он в розетку не лез, то есть, если не хочешь бить ребенка, ты должен бить себя сильно по руке, как бы, и изображать, что это очень больно, чтобы он испугался. Другого варианта нет, иначе он будет лезть туда пальцами, вилкой, там, и так далее, то есть, он не понимает пока, ему интеллектуально нельзя объяснить, что такое электричество, и что оно может убить, у него эта связка не работает, и поэтому, его можно только напугать через боль. Значит, это, так оно работает. Как это на себя направлять, ну, написано, решит хохма ирата шем, значит, что основа божественной мудрости ирата шем, страх перед Богом, и хохма у мусар, и вилим базу, решит дат, ирата шем, хохма у мусар, и вилим базу. То есть, если у человека нету страха перед Богом, то, в принципе, его удержать от того, чтобы идти по своим вожделениям, ничего не может. То есть, интеллектуально, как бы, если интеллект входит в сопротивление с желанием, желание выигрывает, желание сильнее, чем интеллект. Интеллект, это такая, абстрактная какая-то материя. Да, нет, слова, это всего лишь слова. Желание, это энергия. Теперь, если у человека нет вот этого страха перед Богом, то его желание, вожделение, они будут всегда его побеждать. Только страх перед наказанием, он побеждает. Теперь, как делать Кируф, например, как делается? Кируф делается через удовольствие, пытается сейчас делать, смотри, как приятно соблюдать митцво, да, то есть, путь вот Ребу Любавческого, Хабада, да, Фарбриндин, хорошая компания, Ваафт или Река, возлюбив ближнего, как себя, там, ты меня уважаешь, уважаю, я тебя уважаю. И, значит, идет через любовь, через такое добро, но поэтому так мало людей, которые возвращаются к тишеве, да, то есть, реально, как бы, их мало. Если посмотреть от общего количества людей, к сожалению, их мало. Пугать, тоже долго пугали, они тоже не работают, то есть, непонятно, что, как бы, как сделать так, чтобы вернулись все и начали служить Богу, непонятно, если даже первый человек самый, ну вот, кого Бог создал, он и то нарушил, да, то есть, если второе поколение, Каин и Эвеля, да, Каин убил Эвеля, что говорить про нас? То есть, если те, которые, они были, ну вообще, блеститок Богу, если у них настолько сильно было их вот это вот вожделение, оно побеждало постоянно вот это стремление к Богу, то, ну, понятное дело, что система, она так устроена, но с другой стороны, Бог никогда не дает задачи, которые невозможно было бы выполнить. То есть, все равно, это равновесная ситуация, то есть, есть, которые побеждают свое злое начало, есть, которые ему проигрывают, и во всем, во всех поколениях. Может быть, действительно, что так мало тех, кто побеждают, садиков там мало, и, ну, не каждый, правильно, эксклюзивная вещь, быть садиком, вы там имейте красивый, яркий ламаба грядущий мир. Это не для всех. Это реально, как бы, эксклюзивная такая вещь. Поэтому, так как мы на правильном пути, Барухашем, значит, мы на сегодня заканчиваем, заканчиваем изучение. Давайте подведем итог, что все хорошо вовремя, и ни в коем случае нельзя грешить, грешникам оказывать почет, и вот нельзя, да, кстати, здесь тоже вот этот вот нюанс, когда человек заходит в синагогу в субботу, а потом едет на машине домой, можно ли сказать ему молодец, или нельзя? То есть, если он это делает демонстративно, и в синагоге, например, там звонит по телефону, то нельзя, мне кажется, исходя из того, что мы сегодня выучили. Ну, опять же, здесь неоднозначно все, то есть, есть мудрецы, которые знают как, есть разные системы, в общем, я для себя понял так, что первый вывод, что все хорошо вовремя, второй вывод, что проклятия пустые, они возвращаются на того, кто проклял, и проклятия не пустые, их надо остерегаться, и нужно палкой себя гнать на тренировку везде, то есть, нужно уметь свою вот эту вот внутреннюю корову и лошадь, уметь шугануть и поставить в узду, иначе она тебя победит, и все тогда, да, диван, диван, удобные, да, сериалы, и жизнь прошла, и жизнь прошла, да, жизнь прошла мимо. Все, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем сегодня урок, напишите, пожалуйста, свои выводы, напишите свои выводы, и завтра с Божьей помощью продолжим, да, пишите обязательно в комментариях свои выводы, и, значит, распространяем свет Торы, прям везде, везде, говорят, что если ты встретил, встретил ты вот этого Ецарара, то нужно его тащить в Бэтмедраж, когда ты начинаешь учить Тору, то вот этот вот божественный свет, и интеллектуальная сила, которая есть в словах Торы, она помогает тебе поставить под контроль свое животное. Все, удачи, успехов, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok